Дорогие студенты! У меня для вас гадание на октябрь. Уже страшно подумать и страшно сказать. Уже октябрь и конец года даже на носу. Но и это еще не самое плохое. Дело в том, что нас с вами ждет скоро ретроградный Меркурий. С 14 октября начинается время ретроградного Меркурия. Все, наверное, помнят правила жизни под ретроградным Меркурием. Не начинать, не верить, не бояться, не покупать. Вообще, если суммировать все советы астрологов на тему ретроградного Меркурия, кажется, что мы должны просто сидеть, сложа руки, прям вот из дома не выходить и ни к чему не прикасаться. На самом деле это не так. Как раз время ретроградного Меркурия бывает самым хлопотным. Потому что сама эта планета в таком положении, обратном, притаскивает нам, вытаскивает нам из недавнего прошлого всякие задачи. Она приносит работы над ошибками, нагружает нас проектами, не новыми и такими, которых мы, в общем-то, для себя не хотели, не планировали. Я назвала гадание «Золотое таро» у меня в руках. Назвала гадание «Три карты». На каждую значимость, с моей точки зрения, сферу жизни я вам буду доставать три карты и буду рассказывать, что я там вижу. Поехали. Сначала просто три карты «Общее настроение». Каким? Именно по первым трем картам мы должны сказать, хорошим будет этот месяц для стрельца или плохим. Итак, раз, два, три. Есть чего испугаться, карты говорят. Вернее, карты так говорят. Будет чего испугаться. Напрасные страхи. Ненужные, неподходящие какие-то страхи. Совершенно неоправданные, но бесстрашного, легкого, индифферентного, хотела сказать. Ну и скажу, стрельца одолеют страхи. Вот что такое? Может прийти в вашу жизнь, чтобы вы испугались. Конечно, эти страхи не сбудутся. Конечно, потом вы над ним посмеетесь. Но в моменте, когда вот это все будет происходить, это может быть достаточно, знаете так, это может вас впечатлить достаточно сильно. Карты описывают для вас на октябрь страхи, связанные с делами. А уж какие-то дела, может быть, позже в других картах-то мы это увидим. Пока мне лично непонятно. Вас ждут перемены, вас ждут внезапные совершенно новости, которые прозвучат, как гром среди ясного неба, и показываются абсолютно кризисными. Гонец, Вестник, знаете, такая небесная телеграмма приходит к вам. Придется что-то делать, какой-то новый проект в жизни образуется и очень сильно вас напугает. Бывает такое. А теперь будем уже разбираться в деталях с вашей жизнью. Первые три карты – это работа. Раз, два, три. Работа, бизнес, любое дело, которое вы привыкли так называть. Ну, нет, явно вот эти сумасшедшие новости вас посетят не в связи с работой, потому что на работе как раз все, хотя не исключено, на работе все может быть довольно, тоже, знаете, как бы противоречиво и непоследовательно. Карты описывают ваш поступок какой-то внезапный, может быть, эгоистичный даже по отношению к самой работе, к себе, к коллегам, к начальникам. Карты описывают нежелание работать, как это неудивительно. И карты описывают, возможно, необходимость отказаться от проекта или части какого-то проекта профессионального. В общем, все, так, знаете, достаточно запутанно, но понятно только, что во главе угла здесь вы, именно вы и именно ваше желание. Может быть, даже какое-то эгоистичное. Вот под такими картами вы можете бросить дело. Больше всего на это похоже, что вы можете бросить дело, потому что, просто потому что вы так захотели, а до этого не захотели чего-то, не захотели разбираться, не захотели чего-то исправлять или не захотели чего-то ждать. К сожалению, восьмерка кубков здесь есть. Такая карта невинная, особенно в этой колоде, они что-то не различаются, на одном и том же фоне все нарисовано. Поэтому она здесь выглядит достаточно невинно. Но карта это... Карта это... Друсная. Она обозначает отказ от заранее какого-то обреченного плана. Поэтому вполне возможно, что стрельцу придется отказаться от бизнеса или от работы, отказаться потому что... А вот потому что... Из-за собственного упрямства или несговорчивости, или из-за того, что надоел, или из-за того, что буквально лень это делать. Потому что вот эта четверка кубков, это буквально карта лени. Знаете как? Все. Не хочу, например, это делать. Взбрыкнуть, это называется. Не хочу это делать, или не хочу рано вставать, или не хочу далеко ездить на работу. Не хочу, не хочу, не хочу. Все. Ничего не захотела, все расхотела и резко уволилась. Может быть такой сценарий здесь. Но я не вижу особого драматизма. Судя по всему, это какой-то назревший. Даже если вы действительно уволитесь с работы, вы близки к этому. Или бросите какой-то бизнес свой. Даже если это произойдет, скорее всего, это решение назревшее. И потом пройдет время, и вы себя похвалите за то, что вы так сделали. Ну, в уменьшенном, в миниатюре, в каком-то более скромном масштабе, это, конечно, будет не увольнение, но это будет все равно отказ от чего-то. От части, от какого-то проекта. Может быть, до этого вы там взяли на себя, вызвались нести какую-то, не знаю, там, профсоюзную часть или какую-то общественную нагрузку. А здесь, нет, не хочу. Вот так вот, все надоело, вот вы отказываетесь от этого. Конечно же, я предполагаю вопрос у многих о новой работе. Не знаю. Не похоже, чтобы прямо новая работа, блестящая, денежная, сама вас искала. Даже если вы в это время вот найдете вот под такими картами новую работу, то она может вызвать у вас вот такую быструю бурную реакцию, отторжение. Знаете, бывает такое. Новая работа, даже какая-то завидная, интересная должность. Но не хочется. Как известно, с работой это так. Не стерпится, не слюбится. Теперь деньги. Финансовая ваша жизнь. Напоминаю, что Меркурий будет ретроградным. Это серьезно. С 14-го числа. А это значит, что за деньгами нужно быть глаз да глаз, за кошельком, за своими ручками, чтобы лишнего не потратить. Финансовая жизнь стрельца выглядит... Да, в общем... Прекрасно. Карты вас подталкивают, или скорее так, судьба подтолкнет вас на какой-то поступок, связанный с деньгами. То есть вы что-то сделаете, купите, продадите, вложите. Все эти начинания будут успешными, если перед этим вы очень хорошо подумаете. Для того, чтобы аккуратно поступить со своими сбережениями, вам нужен самый настоящий мозговой штурм. Самый настоящий мозговой штурм. Вот карты говорят, вы думаете, причем никому не говорите, ни с кем не делитесь своими планами. Вы поступаете, вы делаете, например, заключаете какую-то сделку, подписываете какой-то договор, контракт. И позже вы вполне оправданно, естественно, гордитесь собой, потому что понимаете, насколько своевременно, оправданно, разумно поступили. То есть в октябре вы можете вот именно сделать какой-то выпад. Знаете, такой оригинальный ход, связанный с деньгами. Напрямую, тем менее, денежных карт здесь нет. Поэтому я не могу сказать, как много денег тут будет, или я не могу вам предсказать, например, заработки больше, меньше. Видно только, что приветствует, высшая сила приветствует от вас финансовую активность. И видно только, что нет дефицита. Потому что, чтобы так смело или рискованно распорядиться с деньгами, надо как минимум эти деньги иметь. Правда? Дальше семья, семейные дела, дом, семья, родственники и близкородственные отношения. Семейная жизнь будет у вас наполнена эмоциями, вас ждут переживания, не конфликтные, не кризисные, но именно переживания. Знаете, это такое время, когда вы отвлекаетесь немножко от семейного бюджета и больше обращаете внимание на чувства. Время может быть наполнено очень проникновенными разговорами, разговорами между родственниками. Это время наполнено какой-то вот такой вот родственной любовью. Впрочем, кто-то из близких или какие-то родственники от них могут вызвать у вас досаду или даже ступор. И есть подозрение, что кто-то из ваших близких, из людей, с которыми вы делите быт, соберется в дорогу. Есть дорога. Если же это покидание дома грозит вам, то эта дорога, этот отъезд для вас насовсем. Да, смена места жительства окончательная, бесповоротная. Вполне себе. Возможно. Но в целом домашние, семейные дела пойдут хорошо. Перемены есть какие-то крупные. Вот кто-то собирается уехать, не приехать, уехать. Или вы собираетесь уехать. Но это обдуманный, своевременный, взрослый шаг. Поэтому переживать тут не о чем. Дальше любовная история. Любовь. Время-то романтичное нас ждет. Судя по погоде, такой безветренной и теплой. Любовное переживание стрельцов. Любовью это время будет насыщено. Особенно, если вам есть кого ждать. Особенно, если вы рассчитываете на чье-то возвращение. Да, действительно. Здесь есть для вас вот такая вот ностальгическая, какая-то чувственная, немножко дружеская, родственная идея. Вам предстоит встреча с человеком, которого вы давно или недавно, будем думать, что давно, встреча с человеком, с которым вы были разлучены. И о котором, что важно, все-таки скучали. Возвращение которого, безусловно, ждали. Для женщин-стрельцов есть даже портрет этого человека. Его описывает нам карта Иерофант. Карта Иерофант, это действительно вот в таком месте, гадание. Эта карта описывает персонифицированные личные энергии. Она описывает конкретного, действительно, человека. Такой-то такой вот многодумающий, очень умный, высоконравственный и очень-очень такой вот с моральным обликом человек. К вам возвращается или возвращаются его чувства к вам, или возвращаются ваши чувства к нему. Я надеюсь, что все это будет обоюдно. И взаимно. Тройка мечей здесь рядом. Знаете, карта мелкая и противная, но здесь, вот в этом окружении, она хорошая. Она в очередной раз подтверждает, что это возвращение, что это вот этот вот полузабытый, ну не знаю, или полуотвергнутый герой возвращается к вам. Вместе с ним возвращаются и старые, конечно же, печали. То есть, эти вещи, эти слова, эти поводы, из-за которых вы когда-то расстались, никуда не делись и никуда не ушли. Поэтому ваш триумф и ощущение счастья и радости будут, как всегда, неполными. Но все-таки карта описывает такое движение. Самое главное, любовь здесь есть. Самое главное, что здесь есть персона, а не бесплотный какой-то образ, фантазия. И, а вот если вы ждете нового романтического знакомства, то не знаю, что даже вам сказать. Потому что карты уж очень уверенно здесь настаивают на, скорее, продолжении отношений. Или даже на реинкарнации отношений, на перерождении отношений. Поэтому вполне, ну, все-таки, если вы одиноки, то новая встреча, возможно, у вас, но чувства тогда... Вот, представляете, так бывает. Может быть, у вас уже было. А я только напомню. Человека встречаете вы вроде бы нового, с новым именем и фамилией. А вот чувства, ваши переживания, как будто бы старые. Это ощущение, как будто бы вы этого человека видели, встречали где-то, как будто бы вы в прошлой жизни были вместе. А потом злой рок заставил вас расстаться. Поэтому перспективы для нового знакомства есть. Но просто в этом новом будет большая такая здоровенная частичка хорошо забытого старого. И у меня есть еще, вот, византийская таро. Из этой другой совершенно колоды я достану вам совет. Совет стрельцу на октябрь. Одна карта. Вот так вот. Но, знаете, вот интересно, что карта Мир, 21 аркан, по сути, советов уже не дает никаких. Она даже говорит, что, знаете, вам, друзья, да, не нужны сейчас уже никакие советы. Просто не нужны, потому что в жизни вот у вас сейчас, в этом октябре, все идет или подходит к какому-то логическому разрешению. Может быть, завершению, но после него обязательно будет начало. Карта Мир даже скорее рекомендует слишком уж активно, своими ручками не вмешиваться в происходящее, не размешивать, не болтыхать в происходящее, потому что эта карта такой какой-то вселенской гармонии, которая одинаково счастье, достаток и, в общем, все остальное, ну, какой-то такой правильный, нам недоступный, но космической мерой нам приносит. Карта рекомендует, если уж прям все-таки нужно выдавить какой-то из нее совет, карта рекомендует видеть или находить гармонию во всем, что окружает и стремиться, ну, как бы гармонично вести себя, не нарушать какие-то очевидные законы, нравственные, например. Спасибо.